Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мы живем вместе, я, жена и моя мать. Вчера моя мать просила мою жену вместе пару тарелок и пасту. Весь день моя мама сама работала и готовила для нас. Ну а моя жена, пообещав, что сделает, просила у нее можно ли подготовиться к работе, работать с документами и потом выполнить просьбу моей матери. Моя мать, почитав, это неуважение, сказала, что она много в виде препят, почему-то не делала, что очень на тебя прошло и добавила, что сама все сделает. Потом моя мать вернулась на кухню и сказала, почему-то не включила посудомоечную машину, я ведь просил себя ее включить. После того, как ты собрала тарелку и пастуру туда. В данной ситуации, кто виноват, кто прав. Вообще, как вы оцениваете эту ситуацию? Я не знала, что делать, у меня уже сердце болит от таких вот ссор. А жена часто плачет из-за этого воды, у мамы повышается давление плохо себя. Если говорить о том, как мы оцениваем эту ситуацию, ну или как я точнее оцениваю эту ситуацию, потому что на момент записи, по крайней мере, этого ответа, у вас было пять ответов уже. И соответственно, люди, мои коллеги, ну, делились с вами своим мнением. Вот, поэтому я буду говорить исключительно от себя, да, от своего, как бы, ну, с своей точки зрения. Я оцениваю эту ситуацию с точки зрения треугольника Карпина. Вот. То есть, что это значит? Что значит треугольник Карпина? Это значит, что вы находитесь в деструктивных, созависимых взаимоотношениях, где есть мама и ваша жена, которые попеременно выступают в позицию жертвы, в позиции тиран, вы, соответственно, выступаете здесь, ну, вот, со своей позиции, да, вы выступаете то, кто как спаситель, то есть вы пытаетесь спасать то маму, что свою жену, вот. И это является, на мой взгляд, крайне деструктивной моделью поведения. Потому что никто здесь, получается, именно личной ответственности не несет за свои действия. А это очень важно, чтобы каждый отвечал в первую очередь сам за себя. Чтобы ваша мама отвечала за себя, чтобы вы отвечали сами за себя. Вот это, вообще говоря, крайне важно, я бы даже сказал принципиально важно. Потому что если люди за себя не отвечают, то появляются тогда подобные трудности. Как вам выходить из состояния жертвы? Ответом на этот вопрос может быть работа с личными границами. В первую очередь. Работа со страхами. С самооценкой. И, что на мой взгляд, очень важно выстраивать отношения вам. С вашей мамой и женой более конструктивной и корректной. Нежели чем сейчас. Дело в том, что мама ваша. Как бы. Ем. С ней налаживать отношения вам, если вы живете вместе, обозначать границу своей семьи. Именно вам, поскольку ваша жена с мамой взаимодействовать, ну, не должна. Так, как вы. С ней. Она, конечно, может это делать. И если она тоже это делает, то это... Это замечательно. Если она это делает. Но... Она этого делать не должна. Это ваша задача. Это ваша ответственность. Наладить отношения с мамой. Установить границы своей семьи. Маме показали эти границы. Вот. Дальше. Конечно, у вашей мамы, вероятно, есть, ну, свои препочтения, свои желания, свои... Какие-то приоритеты. Это нормально. Я думаю, что здесь предельно важно, так скажем, уметь договариваться. То есть, важно, чтобы вы умели договариваться со своей мамой. А, чтобы, ну, были, так скажем, установлены определенные договоренности между вами и вашей мамой. Кто, что, когда, как, зачем делают. Кто, что, как, для чего делают. Вообще-то, вообще говоря, это основа любых отношений. Наконец, у вашей мамы есть, что называется, свое взаимодействие с вашей женой. И важно, чтобы это взаимодействие было реализовано. Чтобы это взаимодействие было, как-то, ну, выражено. Скажем так. Понимаешь, понимаете, да? Поэтому, если вы, ну, вот, не будете позволять своей жене и маме разговаривать, например, если вы не будете позволять своей жене и маме выражать, так скажем, свои чувства друг другу, то будут, конечно, серьезные проблемы. Ну, собственно, вы о них уже пишете, вот об этих как раз проблемах. Совершенно очевидно, что у мамы есть какие-то переживания, у вашей жене есть какие-то переживания. И здесь идеально, как мне кажется, подходит семейная консультация. Семейная, собственно говоря, семейная психотерапия, вот, для того, чтобы люди могли, как следует, поговорить, для того, чтобы люди могли, как следует все обсудить, чтобы люди могли выразить то, что у них вот, ну, накопилось, да, так или иначе, то, что вот, они, ну, условно говоря, вот, себе, так скажем, держат и не имеют возможности выразить, потому что скованы некоторыми факторами, вот, это все решается, это все выражается, но в данном случае на семейные консультации, то есть на психотерапии. Поэтому лучше всего, если вы определитесь со своим переживанием, если вы определитесь со своими чувствами, вот, если вы говорите, что, ну, там, у вас уже сердце болит и так далее, то есть это вот такая вот, в какой-то степень идет, у вас, ээээ... психосематическая реакция, вот, будет лучше, если вы это сделаете. И, то же самое, будет хорошо это сделать ваша жена и ваша мама. Если вы хотите сохранить отношения у вас, у вашей женой. Потому что вообще-то, ну, жена, она живёт как-то фэм, она живёт с вашей мамой. Вот. Если так вышло, что вы живёте с мамой, то нужно, значит, адаптироваться к этому, знаете, вот. А лучший способ адаптироваться – это начать узнавать себя. Вот. Ну, и последний, ну, вот такой последний момент, ну, как бы, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что вы можете поразвивать, скажем так, то общее, что может быть между вашей мамой и вашей женой. То есть, ну, дайте им что-то общее. Дайте им что-то общее, чтобы у них это, вот, что-то общее было. Для нас, пожалуйста, что ведь сейчас, а то ведь сейчас вообще ничего нет, между, между вами, вот это есть между мамой и вашей супругой. Ну, может быть, в этом и заключается основная проблема по итогу. Ну, хотя, понятно, что, что не факт, да, понятно, понятно, что есть, как бы, свои нюансы, вот это понятно. Но, тем не менее, тем не менее, вот, как-то, вот, хочется обратить ваше внимание, вот, на эти аспекты, в данном случае. Вот, ну, по крайней мере, по крайней мере, вот, сейчас, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. вот, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что предоставил вам, ну, определенную, скажем, скажем так, пищу для размышлений, немножко. Было бы очень здорово, если бы это было так, тогда бы вы получили для себя реальную возможность что-то изменить, исправить. Вот. И, в общем-то, повысить уровень, несколько угодно, вот, качество отношений между вами и вот, вашей мамой и вашей женой, скажем здесь так. И, в общем-то, удачи и обращайтесь за помыщ, помыщи.